Всем привет! Меня зовут Юлиан, и в этом видео я хочу рассказать о том, что я брал с собой в дорогу и какие вещи сделали мое путешествие более комфортным. Напомню, поездка планировалась как довольно бюджетная, и исходя из этого я подбирал себе вещи. О том, что я поеду в Норвегию летом на мотоцикле, я не придал особого значения. А зря. В этом путешествии, где я только не спал. И в хостелах, и иногда в отелях, и в палатке, по каучсорфингу. Но в основном это была палатка. Для комфортного сна нужен коврик, спальник и сама палатка. И желательно, чтобы она не протекала. Коврик лучше брать двухслойный, а спальник потеплее. Нужно ориентироваться на температуру, которая будет, если вы идете к нам в горы, либо едете в Норвегию, и не важно, что это лето, там ночью может быть очень холодно. Это моя ошибка, которую я совершаю стабильно из года в год. Думаю, что... И так сойдет! И в итоге мерзну. В Скандинавии, Швейцарии, некоторых других странах я готовил еду на грелке, а покупал все это в супермаркете. Некоторые вещи я брал с собой, типа сублиматов, гречки, овсянки и консервов. Но, забегая наперед, скажу, что в этом особо не было никакой нужды. Все эти вещи можно купить, находясь где-то в Европе, даже в той же Норвегии. По адекватным ценам. Выглядит... Ценок, колбаска и гречечка. В этом путешествии я открыл для себя термос. В нем можно закинуть гречечку, залить водой и через пару часиков уже кушать вместе с консервами. Но самое главное, это подняться куда-нибудь в горы, найти какой-нибудь шикарный вид, сесть, наличие ёлочка, что-нибудь покушать, посидеть и покайфовать. Я брал с собой много теплой одежды и скажу, что теплой одежды много не бывает. А то будет примерно как у меня в Лаосе. Короче, теплые носки, двое носков, утепляющая изолента, спальник и шарф с полотенцем. За футболки, шорты, носки, трусы я говорить не вижу смысла. Я брал ровно столько, чтобы мне хватило стираться хотя бы раз в две недели. Можно для мотоцикла. Это экипировка, перчатки. Сейчас во Франции за езду без перчаток штрафуют. Для около плюсовых температур теплые перчатки, балаклава. Я бы установил подогрев для ручек. Но, к сожалению, в начале своего путешествия я до этого не додумался. Думал, что бахилы сделают меня неуязвимым от любого дождя. Но, к сожалению, это не так. Для обслуживания и ремонта мотоцикла я брал ключи основные, отвертки, две камеры перед-зад, свечу. Когда оставлял мотоцикл в городе, обычно просто накрывал его чехлом, а вещи забирал только на ночь. И последний раздел – это полезное. Первое, что я бы отметил, это, конечно же, страховка. Туристическая страховка с покрытием активных видов спорта, в том числе и мотоцикла, не обошлась в 30 долларов. Это не очень много. Химические грелки спасали меня не раз, когда температура была около 0 градусов, а спальник у меня рассчитан как минимум на плюс 10. Самое крутое, правда, узнал я об этом в самом конце моего путешествия, это фольга. Спасательная, спасательный жилет. Спасательная? Какой жилет? О, спасательном одеяле из фольги. Это очень крутая штука, которая помогала моим ногам не замерзать. Также можно использовать как спальник. То есть спальник окутываемся и сразу и в эту фольгу. И она не дает тепло. Спать намного комфортнее, ехать намного теплее. Небольшой рюкзак, в котором вы будете хранить свои документы. Я оставлял все вещи в мотоцикле, а самое важное брал с собой. Когда нужно было погулять по городу, хайкинг, на озеро куда-то пройтись, очень удобно. Для мотоцикла была установлена USB-зарядка. Она выручала в дороге, но иногда она ломалась, чинилась, ломалась, чинилась. Поэтому я использовал Powerbank. И я в последнее время всегда беру с собой удлинитель. Эта штука довольно-таки большая, но очень полезная. Всякие мелочи типа туалетной принадлежности я не вижу смысла описывать. Но то, что новое я открыл для себя, это сухой шампунь. Такая, в лакончик. Вот такой. Пшикаем. И, можно сказать, помыли голову. Это не стопроцентная замена, но иногда в путешествии очень удобно. Треснула дуга в палатке. Порвалась сумка. Мало ли что еще. На помощь придет. Кто это за слово? Изолента. Да, чуть не забыл. Аптечка. Вещи, как и деньги, это всего лишь инструмент, который сделает нашу жизнь в путешествиях более комфортной. Есть необходимый минимум, но что брать именно, решать уже вам. Для удобства я прикрепил чек-лист. Можно его скачать, посмотреть. И там будет более подробно написано, что я брал с собой. Без лишних слов. Иногда это удобно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся.